На библейский портал Экзегет поступил вопрос рассказать более подробно, что происходит с магами и колдунами, одним словом, экстрасенсами, служителями сатаны. Я об этом уже вам говорил, кому они служат. И неважно, кем они себя подают, вокруг ставят ли иконы или еще что-то, я уже говорил, это все обманка. Так вот, что же происходит с ними? Если я говорил о том, что если вы обратились, то вы к себе привели легион бесов, которые поселяются в вашем доме, то то же самое происходит и с ними. Но только различие здесь может быть в одном. Это то, что они точно запускают в себя вот этих демонов. И вот эти так называемые неординарные способности, они, это способности демона. Сам сатана принимает вид ангела света. И поэтому невеликое ли дело, если и служители его принимают, ведь служители правды. Но конец их будет по делам их. Раз экстрасенсы вот так вот начинают обладать неординарными способностями, они за счет демонов, вот они видят, слышат, чувствуют, вот они все говорят, у меня очень развита интуиция. А что такое интуиция? Давайте подумаем. Ну, это как бы я чувствую вот что-то так или что-то не так. Вот я чувствую, что будет так. Чувствую. То есть я не умом своим аналитическим прогнозирую, анализирую, прихожу к каким-то предположениям. Это я чувствую. Вот это будет. Так вот, интуиция – это способность души воспринимать информацию невидимую. Извини. Но ведь и святые отцы наши обладали даром пророчества и хорошей интуиции. Ну, выражаясь вот таким языком, только это не интуиция, это то, что дается Богом. А вот экстрасенсам дается дьяволом. Они многое знают, они многое предвидят. Ведь, смотрите, называют бабка-гадалка. Гадалка. Она не знает, она гадает. То есть предугадать пытается. Демон пытается предугадать. А что обычно предугадывают? Плохие события. Они сами их и выстраивают. Но опять напоминаю, что посеет человек, то и пожнет. Поэтому первое, что у экстрасенсов с ними бывает – разрушение семьи. С точки зрения психиатрии – психические заболевания. А к концу жизни, если не покаятся и не обратятся, они, я говорю, просто разрушаются. Они просто разрушаются физически, не говоря уже душе. Они плохо говорят. То есть, знаете, идет такое повреждение. Ужасное. Их очень жалко. Но помочь им, вот уже выздороветь, да, уже фактически невозможно. Последствия наступили. Но, правда, даже можно бы, будучи прикованным к постели, как и разбойник. Только он не на постели, а на кресте висел. Он покаялся, и Господь простил. Вот потому Бог и попускает такие страдания человека, чтобы эти страдания его привели к пониманию, что он в своей жизни натворил и покаялся. И Господь даже за это прощает. Понимаете? А в противном случае – ад. Ад начинается здесь. У экстрасенсов, и обратившись к ним, ад начинается здесь. И если мы здесь уже страдаем душой своей, душа болит, значит, мы движемся по пути в ад. А если, наоборот, хорошо на душе. Кстати, о хорошо на душе касаясь экстрасенсов. Вы знаете, они получают все материальные блага. Вначале у них все просто шикарно. Все шикарно. Они становятся известны. Посмотрите, на телевизоре им дают площадки. Да, они популярны. Здесь к ним идут люди за помощью. Слава, известность, деньги. Все три главные страсти. Славолюбие, сребролюбие. Ну и, конечно же, славостолюбие. Можно пойти в любой ресторан, заказать все, что угодно. Богатство. Знаете, что потом происходит? Они все это теряют. В общем, хочу подвести итог к этому вопросу. Обращаясь как раз к вам, экстрасенсам, вы себя ставите в положение врагов божих. Вы ставите себя в положение служителей дьявола, которые от начала человек-убийца. И ваши все так называемые способности и чудеса, которые вы даже действительно творите, а не зло для любого человека. И для вас в первую очередь. И для ваших детей в первую очередь. Посеявший зло, получает сторицей. Вовремя. Остановитесь. Обратитесь. Покайтесь. И в этой жизни, хоть вам и трудно будет потом, но всем трудно. В каждом просто свои трудности. Но вы станете даже в этой жизни счастливыми. Несмотря на то, что вы служили дьяволу. Так что Бог не желает смерти грешника, но чтобы обратился и жил. Субтитры создавал DimaTorzok